Всем привет! У микрофона, как обычно, я, Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы побегаем по конфетам, поводим пальцем по арбузам, поиграем в футбол, побудем суперагентами, покатаемся на роботе, ну и поуправляем шайкой мафиози. Поехали! Начнем сегодня с карамельного раннера под названием Candy Run 3D. Ничего необычного для жанра здесь нет, но давай немного о том, что может зацепить некоторых игроков. Это, в общем-то, не динамика и не оригинальность, а графика. Как и обещало нам название, здесь все состоит из конфет. Герой бежит почему-то типа лакричной палочки, собирает он не монетки, а леденцы, а все вокруг очень яркое и сладкое. Так что любители конфет будут довольны. Вторая игра это Juice Splash. Это одна из тех игр, где ты собираешь в ряд несколько штучек одного цвета, и они исчезают, а сверху падают новые разноцветные штучки. Все мы в такое играли и знаем, в чем фишка. Но тут есть и своя небольшая изюминка. Соединять одноцветные овощи надо одной непрерывной линией. И бывает так, что у тебя полно арбузов, а все сразу лопнуть нельзя, потому что линия не проводится. Кто-то может сказать, что тут слишком уж детская графика, но, по-моему, вполне качественный и ненапряжный таймгиллер. Третьим номером нашей программы Stigman Sorker 2014. В последнее время стало модно пихать палочных чуваков в игры разных жанров. И теперь это футбольный симулятор. Все достаточно просто. Выбираешь свою команду, команду соперника, устанавливаешь сложности, продолжительность матча и вперед. Все игроки, конечно, на одно лицо. Вернее, на одну черную точку вместо головы. Прямо как и в настоящем футболе. Правда, тут еще и динамика происходящего прикрамывает. Мне показалось, что все как-то медленно. Но, возможно, для кого-то это не будет проблемой. Так что, кто любит футбол, прошу заценить. Игра MacGyver Daily Descent. Играем мы как бы за этого самого MacGyver, который занимается всякими крутыми вещами, вроде проникновения на вражеские базы. Отсюда и жанр игры. Это пазл. Экшена тут как такового нет, зато есть сюжет, подаваемый в форме комиксных диалогов. А еще есть куча головоломок, вроде отключения лазерной сигнализации. Головоломки разные, и чем дальше, тем сложнее они становятся. Графика трехмерная и местами неплохая. Так что, если ты любишь поднапрячь извилины, милости прошу. Следующая игра называется Metal Combat Arena. Это многопользовательский шутер в стиле все тех же танков. Здесь меня порадовал выбор бронетехники. Тут тебе и шагающие роботы, и танки, и легкие быстрые мотоциклы, кстати, тоже бронированные, и даже передвижные ракетные установки, которые могут запускать здоровенные ракеты и взрывать целые районы. Если честно, игра выглядит немного сыроватой, но это придирки, потому что так-то она довольно хороша. Надеюсь, скоро неровности сгладят и добавят еще больше летающей, бегающей и ездящей фигни с пушками. Последняя игра на сегодня Criminal Legacy. Надо сказать, что она может и последняя в списке, но достойна внимания ничуть не меньше остальных. Потому что здесь есть пошаговые бои и прокачка персонажей. Это такое РПГ на криминальную тему, где нужно участвовать и побеждать в перестрелках, чтобы расширять свое влияние и получать полезный дроп. У нас есть база, где можно зарабатывать деньги, а также крафтить костюмы для своей банды. Костюмы — это не просто скин, но и улучшение определенных характеристик. Короче говоря, возможностей и вариативности в игре много, и скучно не будет. Единственный минус, который я заметил — недостаток анимации в бою, но он покрывается хорошей рисовкой и еще кучей плюсов. Так что обязательно играем. Но у нас на сегодня все. Подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Федор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от MOG.UA. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова